И хочу вот этот костюм с собой взять, девчонки. Брюки вот эти, босонушки. Потому что, знаете, так вот ничтанно негаданно. Во-первых, все равно куда-нибудь будем выходить вечером, и хорошо смотрится костюм, брюки ни разу не одевала. Да? Девочки, взять, да? Рукав такой. Это вот из Таиланда, с Дарой я привозила, еще не раз не носила босонушки свои. Девочки Гулёвы, вещи собираю все, чтобы ехать. Вдруг увидела рубашку, которую, наверное, слушайте, год не носили с коротким рукавом. Воротник весь желтый. Желтый, вот, все, как потел он и так далее. Воротник вот такой желтый. Капец. Ну, даже если носить не будем, я просто беру девочки мыло хозяйственное вот такое у меня. И все, и натираю этот воротник. Капец. Вы, девочки, упали. Девчонки, вы упали. Натираю этот воротник. И посмотрим, что получится. Что получится. Посмотрю. Мне самой даже интересно, потому как я так могла пропустить. Навешалки висит рубашка. На рубашке висит пиджак, который он уже не носит. Когда эту рубашку надевал, мне кажется, в том году. Потому что в этом году я уже в Александре купила ему новую рубашку. Быть побольше размером уже. Все, вот так, девочки, натираю. Кстати, вот эти мыло, вот это, я прямо его оттагиваю. Смотрите. Используем. Где мне надо убрать какое-нибудь загрязнение, какое-нибудь такое. Биологическое. Так, ну все, девчонки. Все. Все пусть лежит. И потом стирку. На 40 градусов с обеливающим. Ариэлька или еще с чем. Посмотрю это. С капсулой. Сарелечка, с капсулой. Блин. Не помню я эту рубашку. Рубашка-то хорошая, какая-то фирменная. Тут выбито. Выбит вон значок. Турецкое. Турецкое качество. Бече, что ли. Бич, бич, бич. Капец. Ну, после же. Что, девочки, собираю все? Собираю. Собираю все, девчонки. И наслушаем. Ну, что-то пресс-конференция мне не нравится в этом году. Это Михалыч, это я собрала уже себе. Лёве, Михалыч. Что, три чемодана у нас будет? У каждого по чемодану. Три багажа. Потому что, что я в один буду? В один все. Сейчас переберу все футболки у него. Что надо, что не надо. Еще рубашки принесла. В общем, девочки, собираюсь. Блин. Меня зовут Билин Фучковка. Рост интернета и соцсетей порушил многие барьеры, которые раньше останавливали распространение любого вранья. Ну, а теперь можно нести любой, извините, бред и смело называть это новостями. То у нас в Дзержинске конец света наступает, то человека при жизни возьмут и похорвают. Вот подобные лживые новости нынче можно называть фейками. Народ наш, как известно, доверчив, зачастую даже наивен, особенно в интернете. Вот молодые люди очень слепо верят в любые выдумки, да хреботы спорят, я точно знаю. Я в интернете прочитал. В то время как на Западе, вот, соглашусь, есть даже уголовная ответственность за распространение роликов. В Новой Зеландии, например, дают конкретные уголовные срока. Ну и вот вопрос, не пора у нас за распространение лживых фейковых новостей ввести ответственность построже. Например, уголовную. Вы знаете, у нас вообще не было никакой ответственности. Введена, по-моему, административная. Но проблема действительно существует, она становится более острой. Вы упомянули Дзержинск, но есть и другие примеры. Вот мы, когда готовились к сегодняшнему мероприятию, сидели у меня в кабинете, даже руководители наших основных каналов, и первые в ГТРК сказали, что постоянно к ним выступают какие-то звонки с заложенными минами, бомбами. Но дело же не только в каналах. Такие, такие, не только звонки, но и другая информация, она распространяется и по предприятиям, по предприятиям транспорта. Вот какой воротник был, все, и белоснежный воротничок встал. Ну, немножко тут чуть-чуть остались, так желтизна, но все равно не так. Как я так просмотрела? Жара, это вот в том году он, наверное, еще. В том году ходил. Вот мылом, мылом прямо натираем, мылом и встирку. И это, эта рубашка белоснежная встала. Тоже. А, ну здесь, вон, видите, там, девочки, все уже. Вот это вот надо распарывать и удалять там на воротничке. Такие пластмассовые стоят такие стрелочки там. Почему они? В общем, от старости тоже удалять надо вот эти вот пластиковые там направляющие на воротничок стоят. Вон, такие пластиковые. Надо распороть и удалить их. Или вообще воротник отрезать. Вот так отрезать воротник, пусть будет стойка. А так, вот знаете, на море она тоненькая, морлевочка прямо. И, знаете, когда это уже обгорит, вот тело сгорит, бывает прямо сильно. Вот такую морлевочку сверху одевать. В общем, рубашки вот ненужные. Ненужные рубашки. Это маленькая, но мне ей жалко, потому что она хорошая. Она ему мала уже. Малая, я ему покупала, наверное, год и два назад ее. В общем, девочки. Собрались сейчас, поедем в школу. Слушайте, ну такая катавасия. Приехать к классному руководителю с паспортом ребенка. Сверить те оценки, которые пойдут в аттестат. Чего их сверять. Это все, знаете, на все это время надо. Это надо все время собираться. Уже прямо, знаете, хочется уже отдохнуть, уже уехать. Отдохнуть хочется. Прямо волокита какая-то. Еще завтра. А, 22-го еще идти. Еще писать заявление. В общем, посмотрю я. Не знаю, как-то в других школах. Прямо спокойно, мне кажется, это все. Сами. Сами все делают, все знают. А тут прямо за все надо расписаться. Прямо такая волокита. Кошмар какой-то. Ну что, такие дела, девочки. Как дела, девчонки, у вас? Наверное, отдыхаете на море уже все. Потому что мало детей, столько в этом году. В том году, вообще-то рано в том году. В июне уже детей столько не было. В этом году маленьких детей очень много. Во дворе вечером гуляют. А школьники-то все разъехались. По бабушкам, по дедушкам. Кто куда. Все, помазеньки, скучаю. Июля говорит, мама. Она какая-то стала совсем не такая. Она не играет. В общем, она в стрессе. В стрессе. Ну, что она здесь, хозяйка была? Здесь. Я у нее здесь было в подчинении. Она только лапкой успевала мне. Мяу-мяу. Мяу-мяу. Ой, высохла все уже. Уже белья опять целая куча. Все, три чемодана. Собрала себе чемодан. Леве, Михалычу. Михалычу, так много. В один чемодан давай все столкаем. Да и все. А я что-то не знаю. Что таскать одну тяжесть. Да? У меня самые тяжелые, девчонки. Я туда набухала. Там женщина-то написала. Что набрали опять целую кучу набирать? Ты что, молодая что ли? Да, я молодая. Да, я в душе молодая. Да. Я не могу ходить в одном платье. Утром магазинчик на базарчик в одном. На пляже в другом. Что, двое шорты и одна футболка что ли будет? Конечно нет. Вечером хочется куда-нибудь сходить. Прошвырнуться. Что-нибудь интересненькое надеть. На себя. Вот такие дела. Конечно, я не поеду в одних шлепках. У меня двое шлепок. Двое туфель. Тапочки. Вот, шлепки дома ходить. Одежда дома ходить. Одежда на улицу ходить. Одежда в бассейн ходить. У Лёвы восемь футболок. Шесть трусов. Десять носок. Пусть лучше будет у меня. Знаете, чем я буду ждать, когда там высохнет. Одно и то же одевать. И все. И мотаться. Поэтому, девочки, вот такие дела. Ну так, настроение нормально, хорошее. Целый день сегодня Путина слушала. Делами занималась. В общем, все свое. Перекладывала, выкладывала. Что мне надо, что мне не надо. В общем, такие дела. Ничего особенного. Пока-пока, девчонки. Девочки, получили посылку. С Михалычем съездили сейчас. Посмотрим, что там такое. Такая вот коробка. Тяжеленная. Тяжеленная коробочка. Сейчас открою, девочки, посмотрим. Девочки, это пришел Ивановский трикотаж. Сейчас будем делать примерочку. Но я подразумеваю, что там мне... Как вы знаете, охота. Я люблю дома в шортиках ходить. Вы знаете, в футболках таких. Майках без рукавов, чтобы были. Еще хочу, чтобы зайти в халатике. Ну, посмотрю, что там пришло. Посмотрим, девочки. Давайте будем примерочку делать. Девочки, смотрите, какой чемодан подарочный. Смотрите. Ручка, замочки. Я такой вот комплект дарила. Это комплект постельного белья. Точно. Я такой дарила Ниночке на свадьбу. Комплект. Девочки, посмотрим сейчас. О, боже мой. Какие молодцы. Смотрите, какой балденный. Девочки, смотрите. Девчонки, ну прям целый день я... Вообще ужас. Уже собрала свой чемодан вчера. Сегодня опять его разобрала. Опять уже переложила. Уже перекладываю. Что взять, что не взять. Вот, это уже не беру. Платье белое мерила. Хорошо, но мне возьму, конечно. Вот, теперь сейчас, думаю, разбирать буду. Там у меня Михалыча все вещи лежат. Во второй половине. Думаю, что целые три чемодана тащить, когда можно в один все. Ну, думаю, он же неподъемный, наверное, будет. И я опять в раздумьях. Это Левин чемодан. У Левы все вошло. Девчонки, вы тоже как собираетесь, да? Думаю, вот это платье полосатое, наверное, не брать. Но оно пляжное у меня. Это комплект, я взяла дома ходить. Это у меня... Это у меня распашонки мои все. Все мои распашонки белые, которые я летом точно ношу. Это ночнушки. Ночнушки три штуки. Вот одну надо убрать точно. Этот полосатый, наверное, уберу. Купальников целая куча. Девочки, короче, все переберу сейчас опять по новой. Все, не знаю. Вот эти брать, не брать мне. Такие вот эти нарядные топики. Топики нарядные. Топики вот эти точно на все случаи жизни. С любыми шортиками можно надеть. Ну, в общем, девочки, на распутье я. У меня разброд и шатание. Вообще, капец. Капец у меня.